Приветствую, друзья! Вот мне тут прислала Наталья Кавитана, которая ведёт у нас платформу. Ну, там посмотрите в описании, ссылка на наш телеграм-канал, на платформе, как самому себе помочь. Значит, она мне написала такой вопрос, что ей подруга прислала письмо такое, что у неё с мамой всегда были сложные отношения. Никогда не было близости и теплоты, она чувствовала себя нелюбимой, хотя мама всё делала до неё, функциональная часть была закрыта, а теплоты в отношениях не было. Когда стала уточнять, выяснилось, что мама вышла замуж без любви, а по принуждению брата. Чтобы она не вышла замуж, её бы выгнали из дома. Вот беда какая. И подруга никак не может понять, почему между ней и мамой никогда не было теплоты и самопонимания. Сколько пройдено, говорит, из разных тренингов и встреч с психологами, но этот кештальт у неё до сих пор закрыт. Можно ли что-то ей порекомендовать, чтобы покой вернулся в её душу и отношения между ней и матерью стали тёплыми и близкими. Она давно о этой теме живёт. Уже отчаялась что-то сделать. Заранее сердечно благодарю за ответ. Конечно, я должен ответить, потому что я с этим сталкивался. Я с этим сталкивался и не раз. И вам хочу сказать, что, конечно, есть дети, которые родились не от любимых мужчин, а по принуждению какому-то. Ну, допустим, родители хотели, чтобы она вышла замуж за кого-то другого. Ну, и на Востоке бывали случаи, когда родители договорились с близкими друзьями, что их дети поженятся. Ну, разные случаи бывают в жизни. Я просто привожу разные примеры, чтобы каждый мог бы услышать, о чём он лично сам видел, слышал, читал. Да, это очень интересная тема. И я думаю, что мы на эту тему сделаем не один ролик, чтобы каждый нашёл то, что ему интересно. И мог бы на самом деле вот этот гештат, который возник, который никак не снимается. Вот я хочу в первую очередь вот в этом ролике сказать самое главное, что, конечно, на маму обижаться тут незачем. Если она вышла за нелюбимого мужчину по принуждению и родила ребёнка, а если ещё и стресс испытала во время беременности, ну, конечно, потом она, когда родила, у неё, естественно, к этому ребёнку, поскольку он не от любимого мужчины, какое-то такое спутанное отношение. Она, с одной стороны, понимает, чувствует, что это её ребёнок, дитя, дитёныш любимый, родной. А с другой стороны, вот эта вот трагедия, которая с ней до того произошла и во время беременности, ну, конечно, вот отложила свой отпечаток, создала свою доминанту, в которую она непрерывно, бессознательно входит, когда общается с ребёнком и поэтому не может её приголубить, приласкать, говорить только хорошие слова, не ругать только за какие-то промашки или какие-то поступки. то есть она не способствует её поднятию. Конечно, понятно, она сама страдает, потому что от хорошего, счастливого состояния такие действия не происходят. Когда человек счастлив, он дарит любовь. Это понятно. Вот поэтому в мире и происходят войны всякие, конфликты всякие, потому что не все дети родились от любимых, ну, как сказать, от любимых, ну, вы понимаете, да? И поэтому происходит у нежеланных детей по этим причинам такие несчастья. Они не могут найти общий язык со своей матерью, мать не может найти общий язык со своим ребёнком. Поэтому стресс. А у нас как? Вот я всем рекомендую во-первых, там посмотреть в описании по YouTube-каналу ссылку на нашу платформу, которую создала Наталья Кавитан. И там вы увидите очень много интересных материалов и ответов на многие вопросы. Посмотрите. И главное сейчас скажу. Будда в своё время, повторюсь, долго искал нирвану, нашёл нирвану, это состояние глубинной душевной безмятежности. И в этом состоянии можно переформатировать, условно говоря, свою судьбу, свои отношения, помечтав в этой безмятежности, как я потом вычислил, подобрав действия синхронной текущему состоянию в моменте и помечтать на этом фоне о желаемых переменах в себе и в будущем. Во-первых, понять, что мама сама несчастная и как ей помочь. Тоже задаться таким вопросом, как ей помочь. Каким способом деликатно это сделать, чтобы не травмировать лишний раз. Да, и как самому себе, самой помочь, чтобы находить общий язык с мамой. Это очень важный вопрос такой, друзья. Поэтому пишите комменты, интересует ли это вас тема. И я буду искать человека, с которым мы еще и вместе сделаем видео, который с пониманием отнесется к этому вопросу и поделится и своим опытом в этом отношении, как специалист, как психолог, как философ, как просто добрый, нормальный человек. Да, это очень важная тема. Поэтому, друзья, приготовьтесь к этому тоже. Будьте внимательнее, подпишитесь на YouTube канал и в Telegram подпишитесь. Да, друзья, очень хорошая тема. Ей-богу, она меня тоже затронула, потому что я много встречался с этим, когда дети действительно формально любимые, а теплоту не чувствуют. До встречи, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.